Аркам ТВ представляет к завершению нашего цикла лекций о Судном Дне в свете Корана и Сунны. Сегодняшний урок подводит нас к теме следующего цикла, посвященного описаниям рая и ада в свете Корана и Сунны. Хвала Аллаху! Мы благодарим Аллаха Аззаваджалля за все наши уроки. Ранее мы говорили о признаках приближения Судного Дня, затем мы перешли к теме Барзаха и провели цикл лекций на эту тему. Далее мы начали обсуждать события Судного Дня, и на последующих уроках, иншаллаху тааля, мы поговорим об описании рая и ада. Итак, сегодня завершающая лекция этого цикла, на которой мы изучим самый последний этап перед входом в райские врата. Это один из наиболее интересных и широко обсуждаемых этапов Судного Дня. Речь идет о мосте Сырата. Среди всех других событий Судного Дня переход через мост Сырат имеет особое положение. Он стал одной из основных тем в книгах по теологии. Практически в каждом классическом труде по исламской теологии говорится, что к вероубеждениям мусульман ахлю сунна валь-джама'а относится вера в Сырат, поскольку в ранний исламский период некоторые группы отрицали или же ставили под сомнение этот факт. Поэтому отличительной чертой приверженцев сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, стала вера в Сырат. Она стала частью их вероубеждений, о чем говорится практически во всех книгах по исламской теологии. В Коране термин Сырат используется в различных значениях. В первую очередь в значении ассырату ль-мустахим, или же прямой путь. Но сегодня мы говорим не об этом. Мы говорим о мосте Сырат, который будет переброшен над Гиенной. Он будет соединять людей, находящихся в долине Судного дня, с райскими вратами. Мы не знаем точно, где именно будет находиться долина Судного дня. В сборниках «Сахих аль-Бухари» приводится хадис от Аиши «Да будет доволен ею Аллах», в котором один человек спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «О посланник Аллаха, в Коране говорится, что в Судный день эта земля будет заменена другой землей». Итак, он спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Где будут находиться люди в тот день, когда не будет этой земли?» «Где будут находиться люди?» На что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил. «Они будут в темноте перед мостом». Этот хадис приводится в сборнике Аль-Бухари. Люди будут пребывать во мраке или в темноте прямо перед мостом. Он назвал этот мост словом «Аль-Джиср». Слова «Ассират» и «Аль-Джиср» являются синонимами и обозначают мост, который будет перекинут над Гиенной. На одной стороне моста — долина Судного дня, на другой его стороне — врата рая. Единственный способ добраться до райских врат — единственный путь оказаться там — перейти через мост. Прежде чем говорить о мосте Сырат, остановимся на фразе «Они будут во мраке перед мостом». В этом хадисе упоминается некая темнота, мрак. И это очень важный этап Судного дня, очень важная стадия. Об этом ясно говорится в Коране, причем не один раз, а дважды. Коран дважды упоминает эту темноту. Аллах Субхану Тааля говорит в Суре Аль-Хадид, аят из 12 по 15, «В тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и верующими женщинами, и справа от них будет распространяться их свет, возрадуйтесь сегодня райским садам, в которых текут реки, вы пребудете в них вечно». Это и есть великое преуспеяние. В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим, «Погодите, мы позаимствуем у вас немного света». «Унзоруна нактабис миннорикум» — лицемерам не будет дан свет. Они увидят свет верующих и скажут, «Одолжите нам немного света». Далее Аллах Аззаваджалля говорит в Коране, «Им будет сказано «Возвращайтесь назад и ищите свет». Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи — мучение от Аллаха Субхану Тааля». В этом аяте говорится о таком периоде, когда не будет никакого иного света, кроме того, который будет исходить от верующих. В хадисе сообщается, что это произойдет непосредственно перед мостом Сарат. Это произойдет непосредственно перед завершением Судного дня. Ранее мы с вами уже обсудили такие темы, как буруз, хисаб, мизан и хауд. Мы с вами узнали о том, что каждая группа последует за своим божеством. Мы говорили о явлении Аллаха Аззаваджалля и знамении, которое Он покажет верующим. Среди верующих будут находиться грешники и лицемеры. В этой группе будет каждый, кто назвал себя мусульманином в мирской жизни. Некоторые из них сразу же попадут в рай. Будут и те, которые пройдут через наказание в гиене, после чего войдут в рай. Среди них будут и лицемеры, которые не смогут даже приблизиться к раю. Они не были верующими. В их сердцах не было ни капли веры. На этом этапе лицемеры будут отделены от верующих. Как именно, в этом аяте, а также в восьмом аяте суры «Ат-Тахрим» говорится следующее. «Ат-Тахрим» Аллах сказал, что в тот день верующие не будут унижены. Под унижением здесь имеется в виду вержение в огонь. Они не будут унижены. И вы обнаружите свет, исходящий от них, спереди и справа от них. Это не означает, что слева от них будет мрак и темнота. Имеется в виду, что это будет благословенный свет. В арабском языке фраза «свет, исходящий справа» означает, что это благой свет. «Господь наш, дай нам свет сполна и прости нас, воистину Ты способен на всякую вещь». Наш Пророк, салаллаху алейхи ва салям, разъяснил этот этап. В хадисе из «Сахих Муслима» от Джабира ибн Абдилляха передается, что однажды Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, что каждый верующий и лицемер получит свет. И все люди последуют к мосту. На этом мосту будут крюки и шипы. Каждого, кого пожелает Аллах, эти крюки потащат в огонь. Затем свет лицемеров исчезнет. А свет верующих спасет их. Здесь сообщается о том, что в самом начале всем будет дан свет. Если вы помните, когда Пророка, салаллаху алейхи ва салям, спросили, где будут верующие, он сказал, что они будут во мраке перед мостом. Все хотят попасть в рай. Но для этого сначала нужно будет перейти через мост. Но мост и все вокруг него погружено во мрак. Вам нужен будет свет, чтобы найти мост, чтобы перейти через него и чтобы добраться до рая. Но откуда появится свет? По милости Аллаха, субханаху ва тааля, иман, вера станет тем самым светом. Наш с вами иман станет факелом, станет нашим светом. Как сказал об этом наш Пророк, салаллаху алейхи ва салям. Этот хадис приводится в сборнике хадисов Мустадрак Аль-Хакима. Им будет дарован свет в соответствии с их благодеяниями. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, что у некоторых людей свет будет величиной с огромную гору. У некоторых даже больше горы. У одних этот свет будет подобен большому пальмовому дереву, а у других меньше этого. У некоторых свет будет размером с мизинец. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «…он будет загораться и гаснуть, загораться и гаснуть». Каждый раз, когда свет будет загораться, человек сможет сделать шаг вперед. Но как только он погаснет, человек остановится и не будет знать, когда свет загорится снова. Из этого хадиса мы узнали, что верующим будет дарован свет в соответствии с их иманом, богобоязненностью и благодеяниями. Все это является проявлением милости Аллаха и Его защиты. Если вы выполняли приказы Аллаха и были благочестивыми в мирской жизни, то в следующей жизни Аллах будет оберегать вас. Это и есть справедливость, не так ли, дорогие братья и сестры? Благочестивые получат свою награду. Те, кто проявил терпение во время боли и страданий, будут облагодетельствованы. Поэтому в Судный день, а затем в раю, каждый получит награду в соответствии со степенью своей веры и богобоязненности. Чем крепче была вера человека, чем лучше были его деяния, чем больше он поклонялся и раздавал милостыню, чем больше благодеяний он совершил, тем больше у него будет света. Далее мне хотелось бы затронуть еще одну тему, которую я уже обсуждал ранее в других лекциях. К примеру, лекция по тафсиру аята «Аллах – свет небес и земли». В ней я уже раскрывал концепцию света в могиле, света в Судный день и света, указывающего путь в рай. Как можно увеличить этот свет? Совершать дзикр после намазов, идти пешком или ехать на автомобиле в мечеть, особенно на утреннюю и ночную молитвы. Совершение молитвы Фаджр и Иша в мечети может увеличить наш свет в Судный день. Наши ученые также упоминают и другие деяния, к примеру, садаку, которая увеличит наш свет. К тому моменту, когда расчет «Аль-Хисаб» будет завершен, когда дела будут взвешены на весах и свитки будут вручены людям, те, кто прошли дальше, погрузятся во мрак. Им будет дарован свет в соответствии с их иманом. Сначала этот свет укажет им дорогу к мосту Сырат, а затем поведет их по нему. Или же, и мы прибегаем к защите Аллаха от этого, некоторые не получат свет. Такие как лицемеры. Они лишатся света, не смогут найти мост и будут брошены в гиену. Итак, мы с вами говорили о свете и мраке. И теперь мы переходим непосредственно к теме Сырата или Джисра. Упоминается ли мост Сырат в Коране? Большинство ученых считают, что мост Сырат упоминается в Коране. Однако о нем говорится не напрямую, а косвенно. Слово Джиср или Сырат в значении моста Сырат не встречается. Фраза «Ас-Сыратуль-Мустаким» имеет иное значение. Речь идет не о мосте через ад. В Коране есть косвенное указание на мост Сырат. Это 71-й аят суры «Марьям». Пожалуйста, найдите и почитайте его. وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا «Каждый из вас войдет туда». وَارِدُهَا. Что это значит? Наши ранние ученые, особенно со времени сподвижников, сказали, что по этому поводу имеется два мнения. Согласно первому, слово «варид» указывает на того, кто пройдет через что-то. Поэтому некоторые из сподвижников сказали, что каждый человек пройдет через ад. Одни пройдут его невредимыми, другие же нет. Однако все пройдут через огонь. Тем не менее, большинство толкователей, мнение о которых впоследствии стало общепринятым, и сегодня все придерживаются именно этого мнения, считают, что фраза «وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا» означает «каждый перейдет над ним», а не «пройдет через него». Слово «варид» здесь означает не то, что все пройдут через огонь, а пройдут над огнем. В Коране Аллах говорит об адском огне, а затем продолжает «каждый из вас, без исключений, будет «варидом». То есть каждый будет переходить через гиенну. Даже верующим придется переходить через нее. Что же касается лицемеров и неверующих, то они войдут в нее. Но даже верующие будут проходить над гиенной. Речь идет о переходе через мост Сырат. Тем не менее, об этом мосте говорится во многих хадисах. Именно поэтому он стал вопросом теологии. Читая ранние труды по теологии, многие люди удивляются. Почему эта тема стала вопросом теологии? Почему в этих книгах упоминается, к примеру, протирание носков? Почему в них говорится о Мизане, о мосте Сырат, о водоеме? Ответ следующий. Дело не столько в самих этих вопросах, сколько в методологии. В те времена среди мусульман была группа, которая отрицала следование хадисам и считала, что нельзя доверять хадисам. И, кстати, они не отвергали концепцию сунны. Они ставили под сомнение сохранность ее передачи. И между двумя этими вопросами есть разница, о которой я уже говорил на других уроках. Другая группа, которую мы называем «Ахлю сунна валь-джамаа», возразили им. Как вы можете отрицать все эти хадисы? Ведь это сунна. А сунна — это часть ислама. И тогда они стали перечислять все, что относится к сунне, и во что мусульмане обязаны верить. Именно поэтому в ранних книгах по теологии пишется про Хауд, Сырат и Мизан. Эти ученые сказали, как можно отрицать то, о чем сообщается во многих хадисах. Поэтому это стало вопросом теологии. Вера в мост Сырат является частью убеждений правоверных мусульман. Если человек не верит в мост Сырат, его акида отклоняется от правильных и основных убеждений мусульман. Итак, мы уже упомянули, что вера в мост Сырат упоминается в десятках различных трудов ранних исламских ученых. Поэтому мы верим в мост, установленный над Гиенной. Сейчас у нас нет времени, но я бы мог привести вам множество цитат из работ Суфьяна Ат-Саури, имама Ахмада ибн Хамбаля, ибн Хузеймы, ибн Батты, Ат-Табари и многих других ранних ученых. Многие из ранних ученых ислама в своих трудах по акиде поднимали эти вопросы. И, кстати, имам Ат-Тахауи, автор общепризнанного труда по вероубеждению, также упомянул, что вера в мост Сырат является частью убеждений Ахлю Суна. Переходим к хадисам, в которых упоминается мост Сырат. Один из них мы уже изучали на предыдущем уроке. Анас ибн Малик спросил «О посланник Аллаха, где я смогу найти тебя в Судный день?». Он ответил «Сначала ищи меня на мосту Сырат. Если хочешь найти меня, ищи меня у моста Сырат. Если ты не найдешь меня там, тогда ищи у весов. Если же не найдешь меня там, тогда ищи у водоема. Я непременно буду в одном из этих трех мест». Субханаллах. Обратите внимание, дорогие братья и сестры. Наш Пророк, салаллаху алейхи ва салям, на протяжении всего Судного дня будет переживать за свою общину. Он будет поить их водой, будет заботиться о них, будет заступаться за них у весов, мизан. Чтобы чаша весов благодеяний верующих была тяжелой. Он будет делать дуа, чтобы они смогли перейти через мост Сырат и войти в рай. Субханаллах. На протяжении всего Судного дня он будет заботиться о своей умме, а не о самом себе. Он будет делать дуа, заступаться и переживать за свою умму. По этому поводу Аллах сказал в Коране, «К вам явился Посланник, тяжко для него то, что вы страдаете». И мы видим, как на протяжении всего Судного дня наш Пророк, салаллаху алейхи ва салям, будет всегда впереди и будет проявлять заботу о своей умме. Пусть Аллах, субханаллах, дарует нам Его заступничество в тот день. Итак, Он сказал, что будет находиться на мосту Сырат. В Сахихе аль-Бухари приводится хадис от Абу Саида аль-Худри, который мы разбирали на прошлом уроке. Это длинный хадис, в котором Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Затем будет установлен мост над Гиенной, и я буду первым, кто перейдет через него». И все Пророки будут просить, «О Аллах, даруй мир! О Аллах, даруй мир!» Также Он сказал, что на нем будут шипы, как у растения Са'дан. Он спросил сподвижников, «Видели ли вы кусты Са'дана?» Но лишь одному Аллаху ведомо, какого они будут размера. И людей будут хватать в соответствии с их деяниями. И так далее. Растение Са'дан очень известно. Оно растет не в Хиджазе, а в Неджде. Многие видели его на картинках. У этого растения есть шипы. Но это не единичные шипы, а их много, и они растут во все стороны. Плоды этого растения окружены шипами со всех сторон. Поэтому их невозможно сорвать. Они окружены со всех сторон шипами. Очень острые, тонкие шипы, растущие в разные стороны. Пророк, ﷺ, сказал, что на мосту Сырат будут подобные шипы. Но их размер известен одному Аллаху, Субханаху и Та'аля. В другом хадисе из сборника «Сахих Муслима» сообщается, что на мосту будут крюки, которые будут хватать людей и тащить их в огонь. Здесь речь идет о лицемерах. Они подойдут к мосту Сырат. Они подойдут к мосту, а затем крюки схватят их и потащат в гиенну. Возможно, среди них будут грешники, верующие грешники. И мы прибегаем к защите Аллаха от этого. И эти грешники будут временно ввергнуты в огонь. Что же касается лицемеров, то крюки подтащат их в нижайшие слои ада. Ведь Аллах сказал о них в Коране. Лицемеры окажутся в нижайшем слое ада. Они будут подвергнуты иному наказанию. И мы еще поговорим об этом, когда дойдем до этой темы. Грешников из числа верующих не потащат в глубины ада. Они окажутся на окраинах гиенны столько, сколько этого пожелает Аллах. На прошлом уроке мы уже обсуждали это, и в будущем еще вернемся к этой теме. Затем грешников выведут оттуда. В другом хадисе наш пророк, ﷺ, сказал, что по обеим сторонам моста будут стоять Амана и Рахим. Амана означает верность. Амана – это правдивость. Амана – это соблюдение договоров. Амана – это когда сдерживают слово. А Рахим – это родственные узы. Перейти через мост Сырат вам помогут Амана, ваша порядочность и нрав, и Рахим – ваше отношение к семье, к супругам, детям, родителям, родственникам. Ибн Хаджар в своем комментарии к этому хадису сказал, что эти две вещи помогут вам перейти через мост Сырат. Поэтому, дорогие братья и сестры, будьте осторожны и выполняйте свои обязательства в этих двух сферах. Затем наш Пророк, ﷺ, сказал, что люди будут переходить через мост с разной скоростью. Первые перейдут его со скоростью молнии, следующие – в мгновение ока, затем подобно птице, другие – подобно лошади, кто-то сможет быстро перебежать через него, и так далее, до тех пор, пока последние не будут медленно ползти по нему, буквально передвигаясь на четверинках. Из этого нам становится известно, что люди будут переходить через мост Сырат группами. «Ассабикун, ассабикун» – первыми через него перейдут самые праведные. Сначала сам Пророк, ﷺ, затем самые праведные из подвижников и остальные. «Валладзин оттаба'ухум би-ясан». Даже порядок перехода через мост Сырат зависит от веры и богобоязненности. Дорогие братья и сестры, мы снова и снова повторяем это, чтобы извлечь пользу. Мы не хотим быть в самом конце. Мы не хотим ползти по мосту. Мы не хотим, чтобы у нас был слабый и постоянно гаснущий свет. Разве вы хотите, чтобы с вами это произошло? Конечно же, нет. Тогда почему мы не пытаемся совершать молитву наилучшим образом? Почему мы не просыпаемся на фаджр раньше, чтобы прочитать его в мечети? Почему мы не читаем азгары после намаза? Почему мы не стараемся совершать омовение наилучшим образом, чтобы Пророк, ﷺ, узнал нас? Если человек постоянно совершает это на протяжении всей своей жизни, то, иншаллаху тааля, Аллах не отвернется от тех, кто стремится к нему. Если человек всю свою жизнь совершал благие деяния с искренним намерением, я хочу, чтобы наш Пророк, ﷺ, узнал меня, я хочу быстро перейти через мост Сырат, тогда, иншаллах, Аллах не отвернется от такого человека. Ведь Аллах архамуррахимин – самый милостивый из милостивых. Аллах аль-Карим – щедрый. Аллах – дающий тем, кто просит его. Мои дорогие братья и сестры, я надеюсь, что вы слушаете наши лекции, записываете и конспектируете их не просто ради того, чтобы эти знания хранились в вашей памяти, а для того, чтобы извлекать для себя пользу. Я снова повторюсь. Знаю, что это небольшое отступление. Но я повторюсь. Цель всех этих знаний заключается в том, чтобы укрепить нашу веру в сердцах и изменить наши взаимоотношения с Аллахом и с окружающими. Знания о Судном Дне, о жизни в могиле, о Рае и Аде не принесут никакой пользы, если не будут оказывать влияние на наш нрав и наше поведение. Итак, вернемся к нашей теме. Наш Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, что люди будут переходить через мост с разной скоростью. Далее, в муснаде имама Ахмада приводится достоверный хадис, в котором сказано следующее. Это очень устрашающие слова. В нем говорится, что мост сырат будет тоньше волоса, тоньше волоса, острее меча, и по обеим сторонам его будут калялиб, то есть крюки. Субхана Аллах! Мост сырат не будет широким. Он будет острым, как лезвие, и очень тонким. И перейти его можно будет только лишь по милости Аллаха. Перейти его можно будет только в том случае, если Аллах даст нам силу и способность это сделать. Известный сподвижник Сальман Аль-Фариси сказал, что мост сырат будет установлен над адом и будет острее меча. Когда ангелы увидят этот мост, они спросят Аллаха, «О Аллах, кто может перейти через сырат?» Аллах Субхану Тааля ответит, «Те из моих творений, которых я изберу». И тогда ангелы скажут, «Мы не поклонялись тебе так, как ты этого достоин». Это слова Сальмана Аль-Фариси. И, конечно же, он не мог сказать этого от себя. Несмотря на то, что мы передаем это как его слова, скорее всего, он услышал это от нашего пророка, салюллаху алейхи вассалям. Даже ангелы удивятся, как может кто-либо перейти через мост сырат? Итак, из всего вышесказанного нам стало известно, что мост сырат будет очень скользким. В другой версии этого хадиса говорится, что он будет скользким и неустойчивым. По нему сложно ходить, он очень скользкий, он будет острее меча и тоньше волоса. По обеим сторонам моста будут шипы и колючки, которые будут хватать, царапать и ранить. Люди будут пребывать в кромешной тьме. Они смогут передвигаться только благодаря свету от Аллаха, субханху ва та'аля. Люди будут переходить через мост с разной скоростью. Также нам известно, что первым, кто перейдет через мост, будет наш пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. А затем, с дозволения Аллаха, за ним последует его умма. По этому поводу пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал следующее. «Я и моя умма первыми перейдем через мост сырат». Этот хадис приводится в сборнике «Сахих аль-Бухари». Это подтверждает его слова, которые я уже ранее упоминал. Он сказал… Этот хадис также приводит аль-Бухари. «Мы последние и первые в судный день». Мы последние и первые в судный день. Почему? Мы являемся последней общиной в хронологическом порядке. Но в судный день мы будем первыми, с кем проведут расчет, хисаб. И как мы только что узнали, мы первыми перейдем через мост. И как мы узнаем в дальнейшем, мы первыми войдем в рай. Хвала Аллаху. Все это по причине барака, который Аллах даровал Пророку ﷺ. Аллах сделал нас по своей милости частью его уммы. Мы благодарим Аллаха за то, что мы являемся частью уммы Пророка ﷺ, и имеем все те преимущества, которых у нас не было бы, если бы мы принадлежали к какой-либо иной общине. Мы благодарны Аллаху за то, что являемся частью уммы нашего Пророка ﷺ, отправленного в качестве милости для миров, рахмата лил алямин, частью общины нашего посланника Мухаммада ﷺ. Мы благодарим Аллаха за эту милость и просим Его даровать нам заступничество нашего Пророка, дать нам возможность испить из его водоема и оказаться в числе первых, кто сможет перейти через мост Сырат. Итак, наша умма будет первой общиной, которая сможет перейти через мост, а наш Пророк ﷺ будет первым человеком, который перейдет через него. Далее нам предстоит обсудить еще один вопрос – будут ли кафиры переходить через мост Сырат? Несмотря на то, что некоторые ученые посчитали, что будут, имеющиеся у нас доводы ясно указывают на то, что единственными, кому удастся перейти через мост, будут те, которые в мирской жизни причисляли себя к Исламу и называли себя мусульманами. И Аллах уведомо лучше. Те же, кто отверг Ислам, не смогут даже добраться до моста. Они войдут в огонь через адские врата. После долины Судного дня верующие окажутся в месте, о котором Пророк ﷺ сказал, во мраке перед мостом. Верующие окажутся там. Что же касается неверующих, которые отвергли Аллаха, у которых не было имана и которые поклонялись лже богам, то они окажутся в ином месте и войдут в гиенну через адские врата. Аллах Аззаваджалля сказал в Коране, у него, то есть ада, семь врат. В Коране также трижды повторяется одна фраза. В 29 аяте суры «Ан-Нахль», в 72 аяте суры «Аз-Зумар» и в 76 аяте суры «Гафир». Во всех этих трех аятах Аллах говорит одну и ту же фразу. «Удхулу أبواب جهنّما خالدين فيها». Обращаясь к тем, кто отверг Аллаха, Он говорит, «Входите во врата гиенны, вы пребудете там вечно». Что это значит? То, что каждый, кто войдет в огонь через адские врата, никогда не выйдет оттуда, и мы прибегаем к защите Аллаха от этого. А грешники из числа верующих, которые получат временное наказание, не войдут в гиенну через адские врата. Ранее я уже много раз повторял, что они, скорее всего, окажутся в другой части гиенны, на ее окраинах, ближе к раю. В дальнейшем мы еще поговорим о том, что и у ада, и у рая будут ступени. Верующие, в сердцах которых был иман, которые преклоняли свои головы перед Аллахом , которые совершали благие деяния, к ним не будут относиться точно так же, как к Иблису, к фараону или к тем, кто проявлял высокомерие и превозносился над поклонением Аллаху . Даже если верующий совершал грехи и заслужил наказание, его наказание будет совершенно иным. Его не потащат в огонь через врата ада. Такие люди упадут с моста сырот на окраину ада, а не в глубины гиенны. А что же произойдет с лицемерами? Мы можем лишь предполагать, так как не знаем точно. Однако нам известно, что лицемеры дойдут до моста сырот. К тому же в Коране сказано, «Лицемеры окажутся в самой глубине огня». Из этого можно сделать предположение, поскольку ясных указаний на это у нас нет, что лицемеры упадут с моста сырот. Однако это произойдет не так, как у грешников из числа верующих. Их падение будет отличаться от падения фасиков. Оно произойдет каким-то иным способом. Быть может, их будут цеплять какие-то другие крюки и потащат в самые глубины, нижайшие слои ада. Те, которые притворялись верующими, хуже тех, кто отверг Аллаха. И мы просим защиты Аллаха от лицемерия. Итак, мы узнали, что люди верой приблизятся к мосту сырот. Многие из них смогут перейти через него. Некоторые упадут с моста и окажутся на окраинах ада. Здесь возникает следующий вопрос. Те люди, которые упадут с моста, да упасет от этого Аллах, мы ни за что не хотели бы оказаться в их числе. Знали ли они о том, что упадут в огонь? Складывается впечатление, опять-таки, это лишь наши предположения на основе имеющихся текстов, что, скорее всего, и Аллаху ведомо лучше, те верующие, которые упадут с моста, будут знать об этом. Почему? Потому что итоги уже были подведены. Экзамен завершился. Расчет, хисаб, был произведен. Свитки уже были вручены. Дела были взвешены на весах. Все уже знают, что их ждет. Люди уже знают, что их ожидает. И теперь они проходят через это. Поэтому те, которые упадут в гиенну, не будут удивлены. Прежде им уже сообщили о том, что за какой-то грех, может быть, за убийство или что-то иное, и мы просим защиты Аллаха от этого, их ждет наказание. В долине Судного дня им уже сообщили, что они получат наказание в гиенне. Поэтому это для них будет чем-то ожидаемым. Понятно, что у людей до последнего будет надежда, их сердца будут стремиться попасть в рай. Но в то же время для них не будет неожиданностью то, что они окажутся в огне. Тем не менее, из текстов с общим смыслом мы также можем сделать еще одно предположение. Хочу отметить, если я делаю некое предположение, я говорю, что это всего лишь мое предположение. Когда я говорю, что об этом сообщается в Коране и Сунне, то это тоже ясно. Вы должны понимать разницу. Мои предположения могут быть как верными, так и ошибочными, в то время как Коран и Суна всегда верны. Итак, в этой связи можно сделать предположение, что некоторым людям, повторюсь, это лишь мое предположение, сообщат, что они попадут в ад, и они будут ожидать этого. Но они получат всего лишь царапины или же испытают страх, но не попадут в ад. Они испытают страх оказаться в огне. Или, как сообщается в хадисе от Абу Саида аль-Худри, они будут в царапинах, но все равно спасены. В царапинах, но спасены. На что это указывает? На то, что это будет наказанием некоторых людей при переходе через мост. Они думали, что попадут в ад, их наказанием будут царапины, а также страх того, что их схватят крюки. Несомненно, все происходит по предопределению Аллаха. Никто не спасется, пока Аллах не пожелает этого. Быть может, эти крюки не схватят их, но оставят раны и царапины. Боли, страдания, вместе с переживанием и страхом оказаться в гиене, станут искуплением за грехи, совершенные ими в мирской жизни. И впоследствии они перейдут через мост и окажутся в раю. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что лицемеры, грешники и верующие, все они доберутся до моста. Лицемеров сразу же уведут, они лишатся света. Мы не знаем, что именно с ними произойдет, упадут ли они с моста, или же их схватят крюки. Быть может, они просто упадут с моста, нам это неизвестно. Как бы там ни было, они окажутся в ином месте, в другой части гиенны, которая предусмотрена исключительно для них. В аду у них будет особое место. Затем праведные верующие и грешники из числа верующих будут переходить через мост Сырат. Первые группы перейдут через него со скоростью света. Ранее я уже говорил об этом. Пророк сказал, что они перейдут мост подобно молнии. Затем другие перейдут со скоростью скакунов и так далее. То есть они будут очень быстро переходить через мост и окажутся в безопасности. Постепенно последующие группы будут переходить мост все медленнее и медленнее. Некоторые будут поскальзываться, но двигаться дальше. Некоторые получат раны и царапины, но все равно будут идти вперед. Эти раны и страх станут искуплением совершенных ими грехов. Быть может, некоторым людям скажут, что они попадут в огонь, но они не попадут в него и будут прощены по милости Аллаха. Это произойдет в самом конце, перед завершением судного дня. Если человек не спасется сейчас, другой возможности у него не будет. Быть может, некоторые люди окажутся в подобном положении. А затем грешники из числа верующих войдут в Гиенну. Их схватят с моста и потащат в какое-то особое место ада. Не в центр и не в глубину, а на окраину Гиены. Каждый получит наказание в соответствии со своими грехами. Оно будет длиться столько, сколько этого пожелает Аллах. После чего начнется заступничество. Ранее я уже говорил на тему заступничества. Люди будут группами, выведенные из огня. Если человек совершал намаз, постился и выплачивал закят, огонь не обожжет его тело. Такие люди испытают жар огня, но их тела в нем не обгорят. По милости Аллаха, невозможно, чтобы у человека, который регулярно совершал намаз, постился и выполнял все обязательные акты поклонения, , тело сгорело в огне. Даже если он окажется в Гиенне и испытает ее жар, боль и страдания, его тело не сгорит, так как он склонял свою голову перед Аллахом. И в его сердце в той или иной степени была вера и богобоязненность. Таких людей будет несколько категорий. Итак, верующие перейдут через мост. Как только они перейдут через него, наступит завершающая стадия перед входом в рай. Для верующих это будет последним этапом Судного дня. К тому времени для лицемеров, грешников и неверующих он будет уже завершен. Об их участи мы уже говорили. Осталась последняя группа, и это верующие. Они перешли через мост Сырат. Что же произойдет далее? Самая последняя, финальная, завершающая стадия Судного дня. Последняя сцена Судного дня для верующих. Остался еще один шаг. Еще один этап, который называется Кантара. Кантара. Что же такое Кантара? В арабском языке словом Кантара называли небольшой сводчатый мост. В старые добрые времена, когда люди строили замки и рыли рвы, небольшой сводчатый мост, перекинутый над рвом, назывался Кантара. Место в начале и в конце этого моста также называли Кантара. Таково значение слова Кантара в арабском языке. Верующих остановят в местности, которая называется Кантара, прямо перед входом в рай. Кантара расположена между мостом Сырат и райскими вратами. Кто сможет добраться до этого места? Только верующие, которые попадут в рай. Если человек добрался до Кантары, его не поведут обратно в огонь. В этом вопросе есть недопонимание, но в хадисе на это имеются четкие указания. Итак, Кантара не упоминается в Коране, но о ней сказано в достоверных хадисах. Один из них приводится в сборнике «Сахих» Муслима, в котором Пророк ﷺ сказал «Верующие будут спасены от адского огня. Их остановят у Кантары между Раем и Адом». Для чего нужна эта остановка? Пророк ﷺ сказал «Верующих остановят у Кантары между Раем и Адом». Что произойдет дальше? Кисос. Возмездие между людьми. Кисос между людьми, которые войдут в рай. Возмездие за то, что произошло между ними в мирской жизни. Когда они очистятся, когда они будут полностью очищены, только тогда им будет дозволено войти в рай. Каково предназначение Кантары? Все обиды, споры, проблемы и вопросы, не разрешенные в мирской жизни между двумя верующими, которые попадут в рай, будут разрешены именно там, в местности под названием Кантара. Затем Пророк ﷺ сказал «После того, как люди будут полностью очищены, когда все долги будут выплачены, когда все счета будут сведены, тогда им будет дозволено войти в рай». После этого он ﷺ поклялся «Клянусь тем, в чьей власти моя душа». Они будут знать свое место в раю лучше, чем вы знаете, где находятся ваши дома». Они лучше будут знать, где находятся их дома в раю. Имеется в виду, что им не нужно будет указывать направление. Когда они попадут в рай, они будут знать, какой из домов принадлежит им, и смогут с легкостью найти к нему дорогу. Им это не составит никакого труда. Вы все прекрасно знаете, как доехать до ваших домов. Но обитателям рая это будет даже легче, когда сделает нас Аллах из их числа. Тему рая и ада мы будем изучать на последующих уроках. А сейчас нас интересует другой вопрос. Пророк ﷺ сказал «Когда верующие спасутся от огня, их остановят у Кантары». Это очень ясное выражение. Те, кто добрался до Кантары, не вернутся в огонь. Они спасены и находятся в безопасности. Они добрались до Кантары. Они дошли до этой стадии. И здесь возникает вопрос «Почему именно сейчас?» Почему сейчас? Это последняя стадия очищения. Здесь будут рассмотрены небольшие прегрешения, не заслуживающие адского наказания. Видите ли, все мы обижаем друг друга. Пусть Аллах защитит от этого, но разве среди нас есть те, кто никогда не злословил за спиной другого, кто не обидел ни одного человека, кто никогда не делал того, что не следовало делать? Такова человеческая натура. Совершенная справедливость Аллаха, и только Аллах обладает совершенной справедливостью, предполагает, что никто не войдет в рай, пока все счета не будут сведены. Никто не войдет в рай, пока не разрешатся даже самые мелкие споры. Хантара станет последним этапом очищения и проявлением совершенной справедливости Аллаха. Здесь расчет будет происходить между обитателями рая. Это совершенно другое возмездие, другой кисос. В начале Судного дня решалось, попадет ли человек в ад или в рай. Убийство, свершение тягчайших преступлений, притеснения, за которые человека ввергнут в ад, уже были рассмотрены в самом начале. Мы сейчас не об этом говорим. Все это уже произошло ранее. Сейчас речь идет о небольших прегрешениях, за которые человека не будут ввергать в огонь, и которые не навлекут на человека гнев Аллаха. Те люди уже получили свое наказание. Уже прошел хисаб, мизан, свитки, представление дел. Все это уже было. А теперь мы подошли к самым последним деталям, к вопросам из серии «Кто что сказал». Совершенная милость Аллаха предусматривает, что ничто из этого не останется безнаказанным. Сарказм, насмешки и унижения. Ничто не останется безнаказанным. Потому что Аллах – аль-Малик и ад-Дайян. В хадисе из сборника Аль-Бухари передается. «Аллах сказал, я – Малик, я – Судья. Никто не войдет в рай, пока не будет улажен всякий спор между ним и другим человеком». Это хадис Аль-Кудси из сборника Сахих Аль-Бухари. Ибн Таймия сообщает, что цель «Кантары» очень проста. В рай войдут исключительно люди с чистыми сердцами. Если человек таит в сердце обиду, он не сможет войти в рай. Если кто-то причинил другому боль, он не сможет войти в рай. Если у кого-то есть непогашенные долги и какие-то неулаженные споры, если кто-то кого-то ранил или обидел, если в сердце человека есть нечто подобное, он не сможет войти в рай. Потому что Аллах сказал в Коране, «Мы исторгнем из их сердец злобу». Это Сура Аль-Хиджр, 47-ой аят. «Мы исторгнем из их сердец злобу, ненависть, зависть». Это произойдет у «Кантары». «Кантара» — это последний этап перед входом в рай, во время которого все смогут избавиться от злобы и обид. «О, Аллах! Этот человек солгал обо мне! О, Аллах! Такой-то человек обидел меня! О, Аллах! Он задел мои чувства! Он оскорбил меня!» Хотя в целом он праведный человек, который совершал тахаджуд, раздавал милостыню, помогал сиротам. Из-за какой-то шутки или замечания он не будет ввергнут в огонь. Субханаллах! Дорогие братья и сестры, посмотрите, насколько велика милость Аллаха. Если бы человек сказал о нас что-то плохое, мы ответили бы «все, ты попадешь в ад, ты лицемер» и тому подобное. «Мой разум затуманен, мои эмоции берут вверх. Если человек обидел меня, я забуду все то добро, которое он мне сделал, и скажу «этот человек ранил меня!» Он лицемер, он плохой человек! Ауузу биллях! Ауузу биллях! Аллах ар-Рахман и ар-Рахим! Аллах аль-Малик и ад-Дайян! Он справедливый судья! Только Аллах принимает решение! И лишь он, аззаваджалля, способен установить совершенную справедливость. Быть может, этот человек поступил не совсем хорошо лично с тобой, но он не заслуживает из-за этого оказаться в аду. Поэтому мы доверяем Аллаху и не доверяем самим себе. В Судный день мы не будем доверять даже своим родителям. Но мы доверяем Аллаху, субханаху и тааля. Дорогие братья и сестры, для нас с вами это будет откровением. У людей будут какие-то претензии к вам, у вас будут претензии к некоторым людям. Но, несмотря на это, вы все равно войдете в рай. В этом-то и заключается мудрость хантеры. Если вам лично кто-то не нравится, это не означает, что он должен попасть в ад. Перестаньте брать на себя роль Бога. Если люди чем-то вам навредили, это вовсе не означает, что за всю свою жизнь они не совершили ничего благого. Иногда чувства затмевают разум людей, и тогда они могут совершить очень глупые, нелепые, иногда даже запрещенные поступки в отношении нас. Но в то же время они продолжают хорошо относиться к окружающим людям. Аллах будет судить и решать, какое наказание заслуживает человек. Быть может, его поступок заслуживает адского наказания. К примеру, если человек совершил убийство не по праву и не раскаялся, субханаллах. Те сто долларов, которые он дал в качестве садака, они сопоставимы с убийством. За убийство не по праву человек может попасть в ад, но это будет решаться ранее, до того, как наступит кантера. Быть может, этот человек будет ввергнут в огонь. И даже если он был праведным, из-за этого греха ему придется провести много времени в гиенне. Но, предположим, между людьми произошла ссора. Их сердца ожесточились. Многое было сказано, эмоции взяли вверх, люди стали злословить друг о друге. Есть ли среди нас те, с кем никогда такого не происходило? Субханаллах! По милости Аллаха, иншаллаху тааля, если у праведных людей случались подобные инциденты, они все равно войдут в рай. Но сердца-то еще не очищены. Поэтому предстоит еще один расчет у кантеры. Посредством чего будет производиться расчет? Посредством благих деяний. В этом случае человек не получит грехи другого и не попадет в ад. То есть, наказание будет не до такой степени серьезным. Вы должны это понимать. То есть, Пророк ﷺ сказал, когда люди перейдут через гиенну… Итак, какие уроки мы можем из этого извлечь? У кантеры произойдет распределение степеней и благ рая. К примеру, человек заслужил определенную степень в раю. Но он обидел кого-то, поступил с ним плохо. Тогда он отдаст некоторые из своих привилегий тому человеку. Ему придется отдать часть той награды, которую Аллах даровал ему, тому человеку, которого он обидел. Дорогие братья и сестры, кому из вас захочется отдавать кому-то часть награды, дарованной Аллахом из-за совершенных вами ошибок? Представьте себе некое вечное благо, обещанное Аллахом, которое вы заслужили, которое Аллах готов даровать вам, из-за которого вы готовы прыгать от радости. Но вам скажут, вы задели чувство такого-то человека, вы злословили, вы поступили неправильно, придется отдать свое благо тому человеку. Вам бы это понравилось? Да, хвала Аллаху, вы дошли до рая. Но разве вам бы захотелось, чтобы у вас отняли некое вечное благо и отдали его другому человеку из-за вашей ошибки, глупости или высокомерия? Именно поэтому наш Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, постарайтесь разрешить все споры между собой в этом мире еще до ахира. Старайтесь очистить свое сердце уже в этом мире. По возможности, прощайте всех своих обидчиков. Даже если кто-то поступил с вами несправедливо, и вы ожидаете награды за это в следующей жизни, будьте осторожны, чтобы не поступить несправедливо в ответ. В тот день вам не захочется отдавать свою награду кому-то другому. Хантара демонстрирует нам с вами бесконечную милость Аллаха и показывает, что никакая несправедливость не останется безнаказанной. Аллах самый справедливый, поэтому Он сказал «Я царь и Я судья». Как я уже ранее отмечал, эти события указывают на милость Аллаха. Даже если некоторые люди поступили друг с другом не совсем хорошо, они все равно смогут войти в рай. По этому поводу Аллах сказал в 47-ом аяте суры «Аль-Хиджр» «Мы исторгнем из их сердец злобу, и они будут как братья». Даже если в мирской жизни они враждовали, не общались друг с другом, хотя в целом были праведными людьми. Субханаллах! Мне вспомнилась одна прекрасная фраза. Вам известно, что между Али и Муауи, да будет доволен им Аллах, были очень сложные отношения. Однажды один человек высказался очень плохо о Муауи и перед Али, да будет доволен им Аллах. На что Али сказал «Не говори так, не говори такого». Человек возразил «Тебе не нравится то, что я сказал плохо о Муауи, в то время как мы сражаемся против него?» Али, да будет доволен им Аллах, прочитал этот аят, 47-ой аят суры «Аль-Хиджр» и сказал «Я надеюсь, что Аллах сделает меня с Муауи теми, о ком говорится в этом аяте». Я надеюсь, что даже несмотря на то, что мы воюем друг против друга, «Я надеюсь, что в последней жизни Аллах исторгнет из наших сердец злобу и ненависть, и мы будем вместе в раю». Именно таким должно быть наше понимание. Итак, в завершении данной темы затронем еще один вопрос. Где именно находится Кантара? Является ли это еще одним мостом? Или же это завершение моста Сырат? Ибн Хаджр сказал, что по этому поводу приводилось два мнения. Аль-Куртуби сказал, что Кантара – это еще один небольшой мост, расположенный после моста Сырат. А Ибн Хаджр посчитал, что, скорее всего, Кантара – это место в конце моста Сырат. Я лично тоже больше склоняюсь к тому мнению, что это не будет вторым мостом. Кантара расположена там, где заканчивается мост. Вероятнее всего, Кантара – это особое место в конце моста, находящееся перед вратами рая, перед райскими долинами после моста Сырат. Люди уже перешли через мост Сырат. Ад остался позади них. А перед райскими вратами будет расположена местность под названием Кантара. Она будет связана с мостом Сырат. Об этом говорит Ибн Хаджр. Но, как бы там ни было, мы не можем с уверенностью утверждать это. Надеюсь, что мы узнаем это, иншаллаху тааля. Пусть Аллах сделает нас из числа тех, кто сможет с легкостью пройти Кантару. Если вы пройдете Кантару, то окажетесь у врат рая. Итак, мы подошли к завершению этого цикла лекций. Хвала Аллаху! Хвала Аллаху! Мы смогли относительно подробно изучить тему Судного дня. Можно сказать, это был средний или даже продвинутый уровень. Нам удалось очень детально разобрать вопросы, связанные с этапами Судного дня в свете Корана и Сунны. И теперь мы подошли к завершению этого цикла. Но впереди, иншаллах, нас ждут другие лекции об описании рая и ада. Подводя итоги этого цикла, мне бы хотелось повторить сказанное ранее. Дорогие братья и сестры, я надеюсь, что эти уроки не станут для вас просто приятным времяпрепровождением. Я надеюсь, что вы будете размышлять над каждым из этих этапов, над каждой из этих стадий, так как нам предстоит через них пройти. нам предстоит перейти через все то, о чем мы с вами говорили. Нам предстоит пройти хисаб, мизан, сырат, мы увидим водоем, хауд. Однако вопрос в следующем. Вы хотите быть в числе тех, кто сможет испить из водоема? Вы хотите, чтобы ваша чаша благих дел оказалась тяжелой? Вы хотите получить свитки в правую руку? Вы хотите благополучно перейти через мост сырат? Вы хотите, чтобы у вас был свет? Вы хотите перейти через мост сырат со скоростью света? Вы хотите пройти через кантору? Мы знаем, что нужно делать, чтобы благополучно пройти каждую из этих стадий, субханаллах. Нам известно, как пройти это испытание, что нужно делать, чтобы получить высшие степени. Аллах, субханалу тааля, подробно поведал нам обо всех этих событиях. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, также передал нам множество сообщений о них, чтобы все эти знания оказали влияние на наш нрав, на наше поклонение, на наше взаимоотношение с другими людьми. Религия Ислам — это не просто абстрактные знания. Она призвана улучшить нашу жизнь, наполнить ее смыслом, помочь найти утешение посреди всех трудностей, через которые нам приходится проходить, сделать наше существование благородным, сделать нас лучше в этом мире, а также заслужить спасение, довольство Аллаха и рай в следующей жизни. Я прошу Аллаха, субханалу тааля, сделать нас из числа праведников и тех, кто сможет благополучно пройти все этапы Судного дня. Я прошу Аллаха, субханалу тааля, в Судный день укрыть нас в тени, когда не будет иной тени, кроме Его тени. Я прошу Аллаха, субханалу тааля, сделать нас из числа тех, кого Пророк, салалу алейхи ва салям, узнает и позовет к себе. Я прошу дать нам возможность испить из водоема, чтобы больше никогда впредь не испытывать чувство жажды. Я прошу Аллаха, субханалу тааля, дать нам легкий расчет, и прибегаю к Его защите от того, чтобы наши дела были представлены и рассчитаны со всеми подробностями. Пусть Аллах, аззаваджаля, сделает нас из числа тех, кто войдет в рай без расчета или с легким расчетом. Пусть Аллах, субханалу тааля, сделает нас теми, кому свитки будут вручены в правую руку. Пусть Аллах, субханалу тааля, сделает нашу чашу благих дел тяжелой. Пусть Аллах, субханалу тааля, сделает так, чтобы Судный день прошел для нас в мгновение ока и не был продолжительным. Пусть Аллах, субханалу тааля, сделает нас из числа тех, кто в Судный день даже не услышит о Его тяготах и будет в безопасности от ужасов того дня. Я прошу Аллаха даровать нам иман в этом мире и безопасность от ужасов Судного дня. Пусть Аллах, субханалу тааля, сделает нас из числа тех, кому будет дарован свет величиной с гору. Пусть Аллах, субханалу тааля, сделает нас теми, кто скажет... Пусть Аллах сделает нас из числа тех, кто устремится к свету и руководству. Пусть Аллах, субханалу тааля, поможет нам перейти через мост Сырат со скоростью света. Я прошу его помочь нам с легкостью пройти хантару. Пусть он сделает нас из числа первых, кто войдет в рай. Я прошу Аллаха, аззаваджалля, даровать нам высшую степень в раю, Альфердаус. Пусть Аллах, субхану та'аля, дарует нам крепкий иман и богобоязненность. Сделает нас из числа тех, чья жизнь завершится на «ля илляха илля Аллах» Мухаммаду Расулуллах. Пусть Аллах сделает нас теми, кто заслужит заступничество Пророка, салаллаху алейхи ва салям. Пусть Аллах дарует нур нашим лицам в тот день и сделает нас из числа праведников. Так мы подошли к завершению этого цикла лекций. Надеюсь, вы извлекли из него пользу. Если я совершил ошибки, то они от меня и от шайтана. Если же в нем есть благо, то это от Аллаха, субхану та'аля. Простите Аллаха простить вас и принять ваши дела. В будущем, иншаллаху та'аля, нас ждут интересные уроки о рае и аде. На этом мы прощаемся. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...